Думаю, люди звонят кому-то во время панической атаки, во-первых, потому что им страшно и хочется, чтобы их поддержали, а во-вторых, потому что им нужно отвлечься. Если вы помогаете кому-то с панической атакой, иногда нужно просто побыть рядом. Открытый разговор. Обсуждаем тревожность с Кендалл Дженнер. Я тогда была совсем маленькой, и у меня проявились разные симптомы тревожности. Мама не могла объяснить мне, что это тревожность. Бывали такие моменты, когда я была в совсем ужасном состоянии, типа, я не могу встать с постели. Мне плохо. Я не хочу и не могу сегодня работать. Это невозможно. Она пыталась поддержать меня как мама, но при этом она мой менеджер. И менеджер говорила, надо работать. Это бывает тяжело. Хочется, чтобы она побывала у меня в голове и поняла, что именно я чувствую, и почему. Я физически не могу встать с кровати. Третья сессия. Поддержка страдающих от тревожности с доктором Кёрли Бонс. Сегодня я хочу поговорить с вами о том, как лучше поддерживать своих близких, которые страдают от тревожности. Конечно. Пожалуй, в первую очередь, нужно вспомнить, что такое тревожность. Это реакция нашего тела на то, что нас пугает, на угрозу. Но, думаю, главное при поддержке – это различать то, что можно считать обычной тревожностью, и то, что становится проблемой и мешает человеку нормально функционировать. То есть нужно распознать, когда человек, в принципе, справляется сам, а когда всё уже становится серьёзнее. Правильно? Давайте попробуем разложить тревожность по полочкам. Да. Понимаете, я психиатр, и представляю себе это структурированно. Начнём с физического уровня. Например, ускоренное или неровное сердцебиение, нехватка дыхания. Да, да. Ощущение, что тело как будто куда-то бежит, и очень быстро. Головокружение сюда же. Да. Людям может казаться, что у них начинается сердечный приступ или припадок, а теперь психологические компоненты. Страх, что ты сходишь с ума, страх, что случится что-то плохое. Возможно, навязчивые мысли о каких-то событиях в прошлом, от которых не получается избавиться. Мысли идут по кругу, зацикливаются так, что нельзя остановиться. Да. И вот это влияет на поведение. При продолжительной тревожности люди начинают самоизолироваться, избегать общения, не хотят выходить из дома. Вот, например, в вашем случае... Да. ...вы не хотели выходить на подиум или садиться в самолет. Столкнувшись с тем, что мы обычно делаем без раздумий, человек, испытавший в таких обстоятельствах паническую атаку, вспоминает этот опыт. Слышать, что это все нормально для людей с тревожностью, правда, утешает и успокаивает. И чем больше люди говорят о своих проблемах с ментальным здоровьем и о тревожности, тем больше людей осознает, что это реально. И особенно в условиях пандемии. Неудачное слово «нормально». Мы его избегаем, да. Но иногда оно помогает с нормализацией. Именно. Все больше людей обсуждают это и в соцсетях, и просто в разговорах. Люди открыто говорят о своем лечении. Столько людей страдают от тревожности, но только около трети обращаются за помощью. Надо сказать, что лично я никогда не принимала медикаменты, но понимаю, что для некоторых это необходимо. Так? Это всегда личный выбор. Да. Для людей со слабым или средним уровнем тревожности очень полезно сформировать успокаивающую привычку. Да. Например, такие вещи, как медитация, прогулки, еще, скажем, долгие ванны, ромашковый чай, бег по утрам. Да. Иногда это действительно помогает. Но до определенного момента. Есть люди, которых тревожность буквально подкашивает. Иногда в тандеме с другой болезнью, скажем, ОКР или генерализированным тревожным расстройством. Наступает момент, когда ты не в силах встать с постели, общаться с людьми, выйти из дома. И тогда имеет смысл обратиться к профессионалу, возможно, к психиатру. Да. К сожалению, даже у лекарств, которые выпишет психиатр, есть достоинства и недостатки. Да. Один из недостатков заключается в том, что лекарства могут вызвать привыкание. Так что нужно подробно обсудить с профессионалом, как именно лучше поступать. И принимать их только под наблюдением. Конечно. Вы, наверное, даете советы своим более молодым коллегам. Что вы можете рассказать об их опыте с тревожностью? Вы знаете, всего пару дней назад со мной заговорила об этом младшая сестра. Она сказала, что заметила у себя одышку, покалывание, онемение. Она описывала свое состояние, и это так странно слушать со стороны и думать, «Я понимаю тебя, и могу помочь так, как я хотела бы, чтобы помогли мне в подобной ситуации». Замечательно. Если взглянуть на чужую тревожность чужими глазами, а затем прогнать через свое восприятие, можно сказать, «Я через это проходил». Рассказать, как именно, и помочь найти свой способ справиться. Еще один спектр, о котором, как мне кажется, говорят редко – тревожность на рабочем месте. Я имею в виду как обстановку в принципе, которая может вызывать тревожность, так и возможность поговорить о своем тревожном расстройстве с начальником. Зависит от работы. В меньших коллективах нет специальных департаментов, куда работник может обратиться за помощью. Но вот если ты заметил симптомы у коллеги, в первую очередь надо ему сообщить, «Я вижу в тебе перемены, а нам нужно работать вместе, не хочешь ли поговорить со мной об этом?» При этом понимаешь, что ты коллеги-нетерапевт. Что касается беседы с начальником, лучше говорить об этом как о состоянии здоровья. Особенно если был поставлен диагноз, скажем, «Я страдаю от тревожности», мне могут понадобиться приспособления. Тревожное расстройство входит в закон об американцах с ограниченными возможностями. Вот как. Здесь разумным приспособлением можно считать увеличение рабочего пространства или сроков, либо поиск альтернативных решений. У наших зрителей есть для вас несколько вопросов. Первый вопрос. Как объяснить старшим поколениям, что такое тревожность и какие чувства она вызывает? Тревожность проявляется во всех поколениях. Да. Но может выражаться по-другому. И поэтому в разговоре между разными поколениями самое главное — это найти общий язык. Например, описать свои чувства, страх, неуверенность, разочарование. С этим сталкиваются люди всех возрастов. Да. Второй вопрос. Посоветуйте, как поддерживать дружбу, когда у обоих проблемы с ментальным здоровьем? Думаю, что здесь самое главное — поддерживать друг друга и не осуждать друг друга, но при этом не пытаться друг друга исправить. И если что, обращаться за помощью к профессионалам. Спасибо вам большое. Думаю, последнее, о чём я хочу вас спросить, как спрашиваю всех, кто сюда приходит, у вас есть какие-то методики или предложения, которые наши зрители могут попробовать у себя дома? Есть одна техника, которую я часто советую — коробочное дыхание. Так. При этом вы визуально представляете себе коробку. Хотите попробовать? Да. Хорошо, закройте глаза. Сейчас. Теперь мы будем мысленно рисовать коробку. На вдохе линия вверх. Раз, два, три, четыре. Пауза. И ведём линию вправо. Раз, два. Пауза. И ведём линию вниз. Раз, два, три, четыре. Пауза. И новая линия. Раз, два. Снова пауза. Линия вверх. Вдох. И раз, два, три, четыре. И так по кругу рисуя линии и коробки. Мне нравится. Спасибо. Так сосредотачиваются на дыхании. Да. И хочется отметить еще кое-что. Сколько бы мы не говорили о том, как поддержать друзей и близких, если ты понимаешь, что не справляешься, не нужно стесняться того, чтобы обратиться за помощью для себя или других. Для этого можно найти лицензированного психолога или терапевта, поговорить с семейным врачом, со своим ведущим врачом, даже поискать ресурсы в сети, например, найти номер оператора своей страховой компании, позвонить туда или обратиться на горячую линию. Ясно. Спасибо вам большое. Я страшно благодарна вам за беседу и за новые знания. Спасибо за предоставленную возможность. Конечно, пожалуйста. Доктор Бонс очень мне понравился. Знаете, его прямо обнять хочется. Он просто потрясающий. Мне показались очень важными его слова о том, как трудно бывает тому, кто поддерживает человека, страдающего от ментальных заболеваний. А ведь он это делает. И он сам сказал, что тоже испытывает тревожность. И важно не забывать, что помогать людям – это замечательно. Но нужно заботиться и о себе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!